Добрый день, уважаемые зрители. Продолжаем рубрику ответов на ваши вопросы. Добрый день, уважаемый. Всем добрый день. Вопрос. Насколько сейчас велик интерес к услугам будущего ПКТБ Сувалмаш? Есть ли уверенность, что ПКТБ будет обеспечена заказами и, если да, то на чем она держится? О чем держится? На знании законов рынка, на правовой базе нормативной, на решениях, принимаемых Советом Европы, на тех международных программах по защите окружающей среды, подписанных меморандумов и так далее. Уважаемые коллеги, ну, в конце концов, вы же смотрите, уже сколько раз говорено, говорено, переговорено, что сейчас уделяется огромное внимание снижению потребления электроэнергии асинхронными двигателями, ну, в общем, электродвигателями. И для этого введены классы энергоэффективности и уже запретили использовать во многих странах двигатели неэффективные. Ну, классом энергоэффективности ниже Е2 и Е3. Но не все их производят же эти двигатели. То, что производится в Европе, они больше и дороже. Мы предлагаем технологию в тех же самых габаритах, ну, практически по тем же ценам. То есть здравый смысл говорит о том, что у нас будет востребовано. Да, говорит о том, что вот вы, когда приходите покупать что-то, видите, две вещи с одинаковыми потребительскими качествами, вот, свойственными потребительскими, с дизайном, со всем, все, что вас удовлетворяет. Но один дороже, продукт другой дешевле. Какой будете покупать? Вы очевиден, конечно же, дешевле. Хотя, если исходить из логики новых русских, помните анекдоты, когда это самое, два новых русских спрашивают друг друга, где ты там, как, что, вот, прикид, такой хороший там. Говорят, а у тебя галстук такой клевый, сколько отдал? До 600 баксов отдал. Что, ты глупый, что ли? Сходи там за углом магазин, такой же за тысячу. Что ты в дешевле-то? Ну, если исходить из этой логики, от противного, ну, может быть, тогда да. Есть такие товарищи, конечно, которые, вот, они полагают, что чем дороже, тем лучше. Но, осмелюсь предположить, что в бизнесе это не работает. Ну, вот, маркетинг современный, как любят сейчас говорить, маркетинг, да, либо продажи современные. В магазинах видим, что товар не продается, стоит, допустим, 25 рублей. Внимание, акция, скидка 50 стоит, а перед этим 175, зачеркнули по 50, а стоит 25. Перед этим продавали, да? Это работает, ну, это психология, но в сфере энергетики она работает несколько не так. Почему не так? Ну, отечественная, во всяком случае. Манагеры, снабженцы, стараются купить подешевле все, экономят, потому что им бюджеты режут. И чтобы побыстрее вышло из строя, чтобы опять приехать купить, потому что там откаты и все остальное. Поэтому там другие схемки работают. Но они работают до пары до времени. И потом эти схемы разрушаются. И плюс ко всему, на что ориентироваться? То есть, если ориентироваться только на российский рынок, он не такой большой по сравнению с тем, что есть сейчас в той же самой Европе. И там придавили очень здорово по энергоресурсам. Особенно вот, когда кирпич прилетел в виде погодных условий. Дедушка Мороз пришел, да? С России. Говорят, это Россия виновата, потому что климатическое оружие. Хорошее оружие. Работает. Да, оно работает и в отношении проекта сработало очень хорошо. Потому что договороспособность наших европейских партнеров повысила здорово. Так что реалии жизненные, знания рынка и здравосмысль на этом жизнется. Спасибо. Спасибо.